Всем привет из дремучих карпатских лесов! Мы поменялись с нами, чувак. Да, кстати, очень странно. Это знаешь почему? Это после нашего Q&A патреоновского. Да-да, ты сидел с другой стороны. Саня, о чем мы сегодня говорим? Мы сегодня говорим о The Fall of Delta Green. Это игра на базе сыщика про 60-е. И про Ктулху, и хтоническую всякую фигню. И будем говорить о новостях. И сегодня у нас будет выпуск, я думаю, чуть-чуть длиннее, потому что сегодня Энис, и результаты увидим, что там было. Погнали! Успели! Давай, я буду держать. Ладно. Всем, ребята, спасибо. Сегодня начался новый месяц Патреона. На Патроне у нас скоро выйдут много всего. У нас был первый наш Q&A, кстати, патреоновский, который есть для всех наших патронов, которые попадают в эту категорию. Мы обсудили наши наработки, что происходит, что у нас в жизни происходит. Поделились инсайтами, которые пока что нигде не всплывали. Да-да-да, очень много разных инсайт. И наши патроны видели студию такой, какой она есть. Не убранную, как вот сейчас вылезанную, фокус выставленный, а вот прям вот как... Прям свинарник. Да, рабочая ситуация. Так что да, зачитай нашу. Так, у нас два новых патрона. Владислав... Оу! Скромный Хасид. Тысяча. Честь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Скромный Хасид. Так, Владислав Ракульцев, подозреваю, и Мистер Смайл. Мистер Смайл. Мистер Смайл. Мистер Смайл. Спасибо вам, что вы стали нашими патронами. Уже... Уже... Скромный Хасид уже напомнил о нашем счетчике голода. Мы до сих пор тут голодаем. Вот тут. Да, он тут вот внизу. На беляши, на свадьбу. Да. Мы хотим сделать как-то такой вот ужин после горячих. Так что, когда наберется, так и сделаем. Ааа... Давай сразу в дело. Да. Сначала давай по новостям. Самые такие простенькие новости. Так, значит... Wizards of the Coast решили, что мало нам было Штрада. Они выпустят еще Штрада в коробочном издании. Ааа... Значит... Уже можно предзаказать проклятие Штрада за 60 баксов в коробочном издании. В котором будет гэмскрин. Будет апдейт приключения самого с Ратой. Точнее, с исправлениями всех ошибок и так далее, и так далее. С небольшим, но очень важным изменением. В котором... Вистани сделали менее... Ммм... Такими как это... Оффенсив, да? Да, они не настолько похожи на цыгане. Все можно... Да, вот так вот, да. Ммм... Там будет карта... Колода карт Тарока. Ну, которая вот эта Таро... Равейнлофтовские. Я вижу, что Витя показывает не ту коробку. Ну, ничего, мы до нее отойдем. Вот эта коробка, да. Вот эта коробка, да. Мы про эту говорим, покажем. Будут еще почтовые марки из Боровии, кстати. И будет двусторонняя карта большая. Это официальное коробочное издание Wizards of the Coast. Но... Кстати, очень интересно, что они возвращаются к этому формату, потому что под пятую редакцию такого формата еще не было коробочного издания какого-то сеттинга. То есть, были стартеры, были вот этот вот стартер-кит, стартер-сет, да, были, которые коробочные. Еще не было. Это первое. Рикки Морти был. Ну, это все не такое, как вот Dark Sun, Dragonlance, ничего не было. Очень важно, что внутри коробки, на самом деле, не хардкавер, а брошюрочка будет. Да, брошюрка, да. То есть, это надо помнить. Да, а есть вторая версия вот эта вот, которую уже Витя заспойлил. Да, она от этих, как они там, Билл и Гримм. Билл и Гримм. Это прям фанатам, я думаю, Борови. Они, мы все знаем, это компания недавно, уже год назад где-то, по-моему, на прошлогодней лайве они объявили, что они существуют. Это компания, которая делает лакшери коробки для всех приключений. Они не настолько лакшери, как они просто добавляют туда полностью все распечатки, все карты в этом, все батл-мапы. Все будут... Ух там. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Свадьба будет то, что надо. Свадьба будет то, что надо, да. Пеляши, салат оливье, сельдь под шубой, винегрет обязательно будет, да. Короче, что они делают... Мы реально будем винегрет есть? Оливье должен у нас есть, Даша. Да, потому что она никогда в жизни не ела оливье. Ну все, секрет раскрыт. Обратно, возвращаясь к... И кефир пишут. И кефир будет обязательно, да. В этом боксе они обычно еще выставляют очень много фигурок разных. Будут, по идее... Пальч-наперстки, да? Куклы-наперстки. Это так называется, да? Это прикольная штука, но она стоит 360 долларов, да, это достаточно. Да, там будет где-то какая-то ювелирка, то есть какие-то монеты будут. Будут эти куклы-наперстки. Каневская карта Боровья. Да. 17 масштабных battle map'ов, которые покрывают практически весь замок Ravenloft. То есть, ну там такой масштабный... Ну там свой кастомный будет Gamscreen, но она такая масштабная коробочка. Как эти все коробочки, они же такие, типа, открываются сверху вниз, короче, такой Apple-продукт от D&D. Это такая большая штука. Я всегда комментирую это. Оно может сыграть, а может и не нужно. То есть, для того, чтобы сыграть кое-что строят, необязательно это иметь. Ну, а почему бы и нет? Ну да, в конце концов, почему бы и нет? Дальше, возвращаясь к Dungeons & Dragons. Очень интересная новость. Буквально на этой неделе на Dems Guild появилась книга новая по Oberon. Что интересно, что это не официальная книга Wizards of the Coast, но это официальная книга Dems Guild. Ее написал, собственно, автор Oberon. Да, да, да. Книга называется Exploring Oberon. Она стоит 30 баксов. PDF-ка сама стоит 30 баксов. Там куча лора. Там описание... 13 планов. Набрали. Ну, все, будут отбивнушки, значит. Значит, следующая неделя в субботу свадьба. Да. Блин, надо сообщить ребятам. Свадьба, погнали. Да. Все, ребята. Тогда свадьба на следующей неделе. Тогда ждем всех после этих горячих. Да, будем похищать невесту. Что там еще? Будут эти... О, надо обязательно конкурс сделать. Знаешь, когда, типа, короче, вот этот шарик... Я понял, ты сейчас шариками еще попробуешь. Да, и нужно, да, нужно лопнуть шарик, короче. Ты хочешь, чтобы мы обзарились полностью? Пахом. Пахом лопнуть шарик. Что там? Набеляш на воде. Спасибо. Набеляш на воде. Набеляш на воде. Ладно, давай погнали дальше. Да, хорошо. Вот. И там будет 13 планов описано. Там будут новые фиты, расы, опции для персонажей. Короче, очень интересная книга. Но что самое интересное? Обложка этой книги, арт на обложке этой книги лучше, чем арт официальной книги по Эберону от Wizards of the Coast. Ну, это такое... Опять же, а вопрос, почему так сделали, не знает никто. Непонятно. Ну, такие вот бывают. Еще, если мы уже по ДНД еще говорим сегодня много. Rhyme of the Frostmaiden. Еще Крис Перкинс на прошлой неделе в Твиттере проспойлерил один предмет, который будет. И, как он написал это... Кто-либо, если вы уверены в том, что в комнате кто-то владеет этим предметом, убивайте всех. Потому что, если кто-то вызовет... У нас свиток призыва Тараски. Или Тараски это такой легендарный самый... Как это? Опасный. Самый опасный монстр, наверное, из ДНД. Так что, тоже такой интересный пак, что такой вот предмет ввели в игру. Ну, да, забавно. Короче, ладно, пускай она лежит. Очень интересно, что... Что? Мистика. Мистика, да. Самое интересное, что... Там же было очень много всяких таких сникпиков, в том числе и от Криса Перкинса. Он показывал мозг мага в анимированном доспехе и все такое. Так что, будет интересно, на самом деле. Это, наверное, одно из таких приключений, которые я вот прям даже ожидаю. Я даже уже поставил Pre-Order. Мне тоже интересно. Он такой... Он какой-то вот... Не похожий. Может, он будет чуть-чуть вот как-то может... Позрослее, что ли, не знаю. Ну, вот увидим как-то. Будем надеяться. Ввиду в концепции всего этого. Да. Окей, Starfinder и Tech Revolution. Давай будем... Ладно. По Starfinder вышла новая... Ну, новый плейтест. Он называется Tech Revolution. Первая часть... Там, грубо говоря, две большие новые фичи, которые они показывают в этом плейтесте. Первая фича — это новый класс. NanoCid — это персонаж, который там оперирует, орудует всякими нано-машинами, короче. NanoSwarm и все такое. Там ничего особенного нету. Ну, типа, класс как класс для Starfinder. Вторая часть — это нам дают возможность оперировать мехами в Starfinder. Там уже есть правила под Power Armor. Ну, как бы понятно, да? Но мехов еще не было полноценных. Ну, и вот они ввели этих мехов. Я очень заинтересован, как бы, профессиональный интерес. Я пошел смотреть на этих мехов в Starfinder. И когда я увидел, вот первое, что я увидел, там, формула расчета атаки, ну, то есть, броска атаки этим мехом... Одна пятая чего-то. Да, то есть, там, D20 плюс восемь, плюс одна пятая, там, тира меха, плюс, там, модификатор того, модификатор сего, модификатор этого, модификатор размера, там, еще чего-то. И ты такой читаешь, 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 такой, ну, ладно. То есть, я понимаю, что, ну, конечно, ну... Оно должно было быть так, потому что это Starfinder. Да, я уверен, что найдутся игроки, которым это будет по душе, но я просто не понимаю, как бы, блин, это... Геймдизайн развивается, столько всего замечательного придумывают геймдизайнеры. И вроде уже давным-давно понятно, что простота системы, да, она помогает тому, чтобы история имела больше важности, да, и помогает какому-то нарративу и все такое, потому что оно не мешает тебе вести игру. Ну, опять же, Саш, чтобы мы не брали какую-то резкую позицию, есть люди, которым нравится в циферке играть и высчитывать, и играть тактические какие-то игры, так что оно может зайти в вот... С другой стороны, если хочется поиграть в меха тактически, можно поиграть в батлтех. Да, ну, это такое тоже. Ладно, есть еще интересная новость, на самом деле, которая мне достаточно интересна, хоть, наверное, система, по которой она будет создана не очень. Создатели Ксадия. 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 Под Драгонпринцем. Тех же создателей, которые сделали The Airbender. The Airbender. The Airbender. The Airbender, который... Ang. Ang, и все эти чуваки, которые... Я до сих пор считаю, что оно является одним из очень хорошим показателей, как вести хорошую историю. Потому что они, ну, оно стало как бы одним из эталонов простой сторилайна, который... Ну, почему нам нравится вот этот вот мультик-сериальчик, потому что у него очень простой понима... Ну, то есть, понятный сторилайн, который дает, ну, людям... Ну, как это... Вот это, опять же, basic, но хороший. А, кстати, The Dragon Friends ты смотрел это? Не смотрел. Не видел еще его. Ну, как бы, я его не видел, поэтому мне тяжело сказать. Я знаю, что игру будет разрабатывать компания, которой, если я не ошибаюсь, которая принадлежит D&D Beyond. Ну, вполне возможно, почему бы и нет. Короче, что-то вот я такое, если не ошибаюсь. И она будет... Эта игра будет на Cortex Prime. Если я, опять же, не ошибаюсь, игры, в которых используется Cortex, это... Firefly RPG, ну, то есть, светлячок, и Leverage RPG, если я, опять же, не ошибаюсь. Я вообще не знаком с этой системой. Мне вот так очень смутно помню. Слушай, а Dragon Prince, это разве не Netflix-овский? Да, 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 Netflix-овский сериал. Ну, я... Ты не видел? Я тоже... Я видел... Как этот... Трейлер или картинки, но я не могу пока что... Как-то... Я слишком стар, чтобы смотреть на эту анимацию, потому что у меня глаза вплывают. Вот мне просто... Ну, да, ладно. Ладно, последняя новость. Мы будем по Ennis уже дальше гонять. Modiphius и Adam Cowell. А Adam Cowell мы знаем... Они поссорились. Да, они поссорились. Ну, я думаю, что они не поссорились. Адам Cowell натворил одну вещь, мы не будем об этом комментировать. Мы уже комментировали. Да, мы даже комментировали. Короче, он должен был писать часть о том, как должен GM вести эту игру. Да, я так понимаю. Да, он писал, грубо говоря, такой раздел для GM-ов. Для GM-ов. Как бы рекомендации, потому как правильно и хорошо водить игры. Короче, его уволили. Иронично. Все, что он написал, удалили. И там кто-то другой будет это все. Целая группа поддержки будет писать. Кстати, прежде чем мы перейдем к этому, к Ennis, потому что там много всего рассказывать. Еще одна маленькая новость. Я уже вспомнил. На Crowd Republic, ребята, появилась фаза затмения. Второе издание. Кто не понял, что это такое. Eclipse Faza. Вторая редакция. Будет издавать Pandora, если я не ошибаюсь. И пока что будет доступен только быстрый старт. Это какая-то уже традиция, мне кажется, выпускать быстрые старты. А потом полноценная игра хрен знает, когда выходит. Ну, я так понял, что сейчас на русском рынке сейчас вышел Shadowrun, Call of Cthulhu и Eclipse Faza, которые просто стартеры выпустили. Может, они так распробовали? А, и этот, по-моему, еще Star Trek. И Star Trek тоже стартер. По-моему, стартер. Я могу ошибаться, я не помню. Короче, 650 рублей это все дело на Crowd Republic сейчас стоит. Там, кстати, до вчера, кажется, была акция, но за 500 с чем-то можно было взять. Короче, стартер по Eclipse Faza, по второму изданию. Ну, классно, клево. Клево. Ладно. Энис. Так, Саш, давай перед тем, как мы начнем читать про номинантов. Вы, ребята, уже, я думаю, многие в интернете уже видели их. Как ты думаешь, мы за весь год, мы год, это же мы от Энис до Энис. Да, кстати, забавно. Да, от Энис до Энис. Мы же начали все с Энис. А как ты думаешь, мы угадали по новостям важные игры, которые были? Ну, как минимум, парочку, да. Парочку мы точно попали. Некоторые мы как-то мимолетом, как-то нас не зацепило. Интересно, мы сейчас посмотрели на них. Ну, первым же делом, две игры, которые явно были в поле Зора у нас, и они забрали много всего. Морк Борг и Чужой, Alien RPG. Обе игры получили, то есть Alien RPG получил золото за лучшую игру года, а Морк Борг получил серебро за лучшую игру года. Что еще интересно, обе игры... Нет, именно Морк Борг получил еще кучу номинаций, взял кучу номинаций. Четыре, если я не ошибаюсь. Морк Борг получил продукт года. Да, лучшая райтинг, ну, то есть, ну, как это... Лучшая написанная игра. Лучшая написанная, что я вот с точки говорил, что это очень сомнительно. Мне очень странно было, что он получил, и так было какой-то вот такой... Морк Борг хорош, но вот это вот, наверное, самая слабая его была часть для меня. Ну, он не получил никаких, кстати, этот... Не получил по арту, но получил по лей-ауту и дизайну Морк Борг еще золотой. Да, лей-аут... Что, в принципе, правильно, потому что там лей-аут и дизайн именно, как бы, ну, рулит, арт там, как бы, его как такового нет, особенного какого-то. Кто обратит внимание, там именно вот оформление общее, как бы, очень рулит. Слушай, а ты думаешь, что Alien заслуживает лучшую игру года? Вот это вот мне такое вот просто... Мне вот очень интересно, что именно он взял... Я вот не знаю, кого другому бы я дал, может, в этом проблема, но вот прям Alien, он хороший, это несомненно. Лучше ли он для Mothership? Вопрос. Да, вопрос. Ну, знаешь, с другой стороны, Alien, он... Вот, как бы, специфика его какая, да? Он очень узконаправлен. Он имитирует один конкретный жанр одного конкретного фильма. Да. И, сказать по правде, наверное, это лучший, как бы, способ сымитировать этот фильм. Потому что, ну, вот мы даже играли, у нас есть стрим по Alien, и механика стресса. Все прямо направлено на то, чтобы ты играл в чужого, ты чувствуешь чужого вот в каждую секунду этой игры. И поэтому мне кажется, что как инструмент конкретный, направленный на этот жанр, да. То есть это, я бы сказал, что это игра года. Но, с другой стороны, как, если в целом брать, мне, например, Wazen понравился больше. Если брать даже игры Free League. Вот, интересно, что он вообще не попал. Да, да. Но он позже вышел, может, из-за того... Ну, не знаю, короче. У меня есть еще одна вот игра, к которой мы так вот мимолетом вышли. И это, конечно же, я говорю о Thousand Year Old Vampire. А он получил продукт года. Очень интересный лей-аут. Вот мы сейчас его посмотрели. Его сделали таким, как вот старый затаскинный дневник, который... Ну, он прикольно прям выглядит. И он получил... Это в прошлом году, я помню просто Best Value Product, получил Invisible Sun. Да. Который был за триллион долларов. 500 баксов. 500 баксов. А в этом году получил Best Value Product, типа продукт за 30 долларов. Да. Что очень... Ну, потому что второе место получила Humblewood. Ну, да. Бокс тоже. Который... Ну, я не знаю. Типа, Humblewood это савиный этот... Рыцарь, ура! У них там, правда, много было. Да, да, да. Может из-за этого. Ну, такое, не знаю. Ну, собственно, Morgborg это продукт года еще. Да, да, да. Ну, наверное, заслуженно. Потому что больше хайпа, кроме как вокруг Morgborg, я не видел вокруг ни одной другой игры. Morgborg как-то вот получил свой... Да. Ну, он тоже, опять же, специфичного... Как это? Направленный. Направленный. Не для всех. Мне кажется... Ну, в этом... В этом тоже, знаешь, наверное, есть какая-то штука. Ну, как бы мне кажется, что сейчас, знаешь, очень тяжело кого-то чем-то удивить. Потому что, ну, все мы видели настольные ролевые игры. И сейчас, мне кажется, как раз, если обратить внимание, то все больше и больше интересуют людей какие-то очень узконаправленные игры, которые имеют вот очень четко направленный фокус какой-то. И именно за счет этого они выруливают. Ну, да. Ну, вот такой вот момент, мне кажется. Ну, что-то, что-то прям с... Еще золото позабирала игра Ultraviolet Grasslands. Разве он не зеленый? А, нет, Interior Art. Он Interior Art получил. Он, как бы, получил награду за внутренний арт. Он, кстати, показывает кавер. Он получил за кавер серебро. Да. И за внутренний арт он еще получил золото. Он очень специфичный. Мы говорили о том, что это сам автор рисует книги. Да. Есть очень хорошее интервью на Vintage RPG, кто по-английски говорит. С автором тоже такой вот, не знаю, инсайд, наверное, для игры. Прикольно, прикольно. Мне, я как тебе и говорил, напоминает 70-е французская школа комиксов. Да, французские комиксы 70-х. Так что, ну, такой вот интересный факт. И это второй год подряд Chaosium забирает... Chaosium. Chaosium. И именно Call of Cthulhu забирает лучший кавер арт. Это сейчас... Берлин. The Wicked City. Я не понимаю, не понимаю. В прошлом году это было Австралия. Да. Австралийс какой-то. Terror Австралийс. Австралийс, да. А сейчас вот этот... Фиг его знает. Вот я, честно, не понимаю, почему получил он. Он получил, кстати, тоже золотую медаль за лучший сеттинг. Знаешь, что мне вот вообще дико не нравится в этой обложке? То есть, ну, оформление, типа, картинка сама. Окей. У меня нет к ней претензий никаких. Может быть даже... Окей, ладно. Но то, что убивает эту обложку, это черный контур вокруг маленьких белых букв под надписью «Берлин». Оно выглядит вот это, знаешь, просто как на соплях, на слюнях так. Да, да. Прилепили и все. Понял? И желтый на желтом. И желтый на желтом, да. Это, типа, это очень плохо. Витя тут кивает вот так вот. Так что, да, это... Визуальщик он у нас. Да. Это Зигнер. Да. На самом деле, было два сеттинга. Мы сейчас просто говорим, это Wicked City of Berlin получил лучший сеттинг. И единственное за все Энис, которые связаны с Dungeons & Dragons, получил сеттинг Аркадия. Да. Которая под пятой редакцией вышла. И скоро, скоро мы сделаем Battle Royale этого всего. Я про это даже не знал. И очень забавно, что за год вышло три большие книги под пятую редакцию. Obviously, Dragon Lords, Teros. Да, Teros и Аркадия, которые три просто греческие. Самое дикое, что у Teros'а и у Аркадии практически один и тот же, ну, как бы, мотив. Концепт. Гидра, много голов и какой-то чел. Ну, потому что, когда ты издаешь игру о псевдо-древней Греции, и ты думаешь, что должно быть на обложке? Что-то самое древнегреческое. Но оно должно быть похоже на драконов, потому что я подземелье драконы. Гидра, конечно же. Ну, короче, очень интересно. Поговорим об этих сапплементах потом в будущих выпусках. Потому что это, типа, ну, дико глупо и интересно одновременно. Что у нас еще такое интересное вообще? А, кстати, лучшее приключение забрали эти... Мадершип с приключением... Паунда Флэш. Паунда Флэш, да. Которое мы тоже разбирали буквально. Это розовенькая... Розовенькая книжечка такая, да-да-да. Так что как? Мы угадали более-менее. Где-то, я думаю, процентов... Мадершип мы угадали. Морг-морг. Морг-морг мы угадали. Alien RPG мы угадали. Что там еще? Ултра Вайлд Грэмстон просто еще не вышел. Да-да-да. Я все еще жду книгу, да. Ну, как-то, ну, да, зацепили мы какие-то такие, да, штуки. Ну, классно. Так что, вот такой вот Эннис. Ребята, в комменты потом, может, и тут нам напишите, и на Ютубе. Нам очень интересно, почему нету хедлайнеров рынка в этих номинациях. Нету ни Pathfinder, ни DnD, никаких, ну, вообще ничего. И почему это? Кто-то знает? Ответьте, если в комментах нам или тут потом напишите. А, слушай, в этом году что-то выходило по DnD вообще такое? Ну, это же с прошлого года. Ну, да. То есть, конечно, вышло. А, ну да. Что там выходило? Что вышло? Господи боже. Авернус. Эберон, Авернус. Так, куча всего, что мы тут... Не, Ghost of Soft. Авернус и... Ну... А что скажу? Блин, ладно, потом вспомню. Ну, точно, что были продукты в этом году. То есть, это сто процентов. Ну, и Teros уже вышел. Да. В принципе, да. Должен бы быть. Ну, вот такая вот, ладно. Ладно, вот такие вот Эннис. Надеемся, что в следующий год мы сможем еще больше... А может, они поссорились там, и они просто не выдвигаются на номинации. А, кстати, Лансера же не было из-за того. Да, Лансера не было, да. Лансер же был, потому что Эннис дали 10 лет назад кому-то там, что плохо выдали тот, не уважали кого-то. Ладно. Да, все, закончились Эннис, закончились новостями, перейдем к сладенькому, да. The Fall of Delta Green. Да. Саша. Давай. Давай я пишу сначала обложку. Давай. И люди, я думаю, видят это на... Я вижу следующее. Я вижу джунгли. Да. Я вижу коптеры. Я вижу пацанов с американской армией явно. И какая-то огромная большая тентакля, которая насадила геликоптер наш. И шрифт по 60-м. The Fall of Delta Green. Да. Что это за игра? Ладно, давай в двух словах расскажу вообще, что, да, действительно это за игра. Обозначим территорию, прежде чем заходить туда. Итак, падение Delta Green или Fall of Delta Green, закат Delta Green, можно так это все перевести. Что это такое? Это игра, которая изначально планировалась, то есть когда в 18-м году делали перевыпуск Дельты на свою собственную механику. Потому что до этого это все еще считалось каким-то сурсбуком для Call of Cthulhu. Окей. В 18-м году это превратилось в отдельную игру конкретно. Там со своей чуть-чуть допиленной механикой. И ребята, Arc Dream Publishing, которые издавали Delta в то время на своей механике, они очень хотели, чтобы Delta параллельно вышла и на Гамшу, на сыщике. Окей. Потому что сыщик считается, в принципе, лучшей механикой для детективов. И, в принципе, это было вполне логично. И когда они связались с ребятами из Pelgrane, как они там, Pelgrane Press, да, они называются, для того, чтобы перенести игру на сыщика. И, естественно, главным, кто занялся бы этим делом, был геймдизайнер Kenneth Hyde, который нам известен по играм Trail of Cthulhu, Knights Black Agents и другим хитам, которые вышли в свое время по сыщику. Он же работал и над Vampire the Masquerade, кстати. Ну, он такой признанный, в принципе, ну, титан геймдизайна. И, ну, конечно же, он взялся за это все дело. Но он сказал, предложил ребятам из Arc Dream Publishing, что, ребят, давайте, ну, если мы издаем Delta на сыщике, да, давайте мы не будем делать просто кальку, ту же самую Delta. Давайте мы сделаем чуть-чуть другой сеттинг. Давайте мы сделаем исторический какой-то вариант и перенесем это все дело в другую эпоху. Ему предложили давай 50-е, разгар холодной войны и все такое. Он говорит, 50-е это круто, но давайте 60-е. Они такие, почему? Он сказал одно слово Вьетнам. А, окей. И они такие, ууу... А потом он сказал еще ЛСД. Они такие, ууу... И так родилась Fall of Delta Green. Александр не намекает, что они принимали это вещество и родился Никто не знает, это все скрыто в секретных лабораториях ЦРУ Короче говоря, Fall of Delta Green это вариант игры Delta Green на сыщике Которая игра происходит в конкретно очень узком периоде Временном периоде, историческом периоде в 60-х С 60-го по 70-е годы Что еще очень важно объяснить, прежде чем мы приступим к разбору самой игры Что она очень узконаправлена, очень сфокусирована на свой жанр На свою целевую аудиторию и на какую-то конкретную специфическую атмосферу Во-первых, как я и говорил, это игра на сыщике То есть если вам не нравится сыщик, наверное, это не для вас Во-вторых, это игра по Delta Green И, соответственно, она имеет отношение к хтоническим всяким паранормальным делам К Тулху мифам, к заговорам, конечно же, спецслужб Так что если вам это не нравится, опять же, Fall of Delta Green, наверное, не будет интересным Но я считаю, что самым сложным моментом во всей этой формуле Есть то, что Fall of Delta Green, это игра, которая очень опирается на американскую поп-культуру 60-х И, наверное, у нее будет такая же судьба, как и у фильма «Однажды в Голливуде» Люди, которые в душе не гребли, кто такой Чарли Мэнсон, что произошло на той улице тогда И посмотрели фильм, они не поняли ни хрена и сказали, что это голимый фильм Да, я понял, окей Это, наверное, будет та же история с этой игрой Если вы не являетесь поклонником поп-культуры того времени Если вам нигде не щелкает, да, вот там музыка 60-х Хиппи, потом вот эти все протесты того времени Вьетнам, естественно, убийство Джона Кеннеди Если вам не щелкает название, да, Fall of Delta Green, 60-е, 70-е Америка, все проблемы Оно будет тяжело И еще одна важная деталь, что хоть игра и дает такой общий, в принципе, овервью Ну, то есть общий обзор сеттинга в 60-х мирового, да, всего мира И там где-то даже зацепляет чуть-чуть, например, аналоги Дельты в Британии, в Канаде Даже в Советском Союзе на то время Она все равно очень америкацентрична Вот Ну, Вьетнам поможет Да, Вьетнам То есть поэтому вот сразу нужно оговорить вот эти рамки, мне кажется Ну, прежде чем приступать к разбору самой игры Потому что давайте рассматривать вот в этих рамках Потому что если брать за пределами этих рамок, я бы сказал, можно просто брать обычную Дельту И что в этой книге? Во-первых, тут полноценная система есть Все правила, необходимые для игры, вам не нужна никакая отдельная книга Не нужна книга, там, я не знаю, по Трейл оф Ктулху для того, чтобы играть в Fall of Delta Green Все правила, которые нужны, есть в этой книге Книга начинается с небольшого вступления, который в двух словах рассказывает о том, что это за система сыщик Что такое Delta Green О чем этот сеттинг, о чем эта игра И небольшая вводная информация про 60-е Затем у нас идет генерация персонажа Которая нам в двух словах расписывает, как это происходит все в сыщике Грубо говоря, нам предлагают выбрать один из нескольких темплейтов Точнее, не из нескольких, тут очень много темплейтов Которые взяты, за основу взяты все, наверное, государственные структуры Силовые ведомства, вооруженные силы того времени США То есть у нас есть полный набор из всех вот этих аббревиатур Которые очень тяжело расшифровать Да, 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 да И вы выбираете просто один или два темплейта Сюда же перекочевала механика связей из оригинальной дельты Когда у каждого агента есть что-то, что связывает его с обычным миром Что-то, что позволяет ему не сойти из катушек Не слететь из катушек, то есть его друзья, его родные, близкие, те, кого он ценит И классная механика Что меняется на потом своих сотрудников Да, и оно, в принципе, взято тоже из дельты Что вы можете сжигать эти связи для того, чтобы помочь себе в критических ситуациях Но тем самым вы как бы теряете связь с реальностью С реальностью, да, и с тем, что держит вас в реальном мире И потихонечку сходите с ума Я понял Здесь есть, как и во многих других играх серии Трейл оф Птулху Опять же, есть вот эта механика Сцените и стабилити То есть, как это, рассудка, да И стабильность То есть, это мерило того, насколько вы адекватны пока что И все еще держитесь на плаву Есть в этой книге, конечно же, огромный раздел Который рассказывает про снаряжение, оборудование Технику того времени То есть, которая нам поможет в наших приключениях У меня есть маленький Очень это такой, знаешь, может быть Даже доколупался, может быть Но мне чуть-чуть не хватает одной вещи все-таки Игра, она во многом Хоть прямо это и не говорит Но ты просто читаешь, ты понимаешь Что она о Вьетнаме во многом, да И, наверное, и тут есть как бы еще один намек Это то, что боевая система Как для сыщика Очень такая продуманная, летальная и жесткая То есть, она намного более заточена Под жесткую боевку И при этом все Вот все снаряжение То есть, вооружение, которое здесь есть Оно очень абстрактное То есть, нам просто говорят Штурмовая винтовка Не знаю, пулемен, да Понятное дело, что там проскакивают Где-то там основные какие-то названия Но не хватает, наверное, чуть-чуть специфики Потому что шестидесятые были очень То есть, дух шестидесятых Передавался еще очень сильно, мне кажется Вот в фильмах, если смотреть Вот оружием Оно было, знаешь, очень специфичным Потому что тогда закончилась Вторая мировая Не совсем недавно И вот эта как раз инженерная мысль шла вперед И появлялись какие-то очень странные виды вооружения Которые Ну, мы многие видели в, например, там Шпионских боевиках Всяких Какие-то странные вещи И этого здесь нет Вот хотелось Не то чтобы, знаешь, как в Гурбсе каком-нибудь Или еще где-то расписанной Целой оружейной энциклопедии Но вот чуть-чуть не хватает Как-то изюминки какой-то не хватает Ну, если быть честным Еще, кроме того, если вы уже видели Витя уже показывал несколько разворотов На самом деле, верстка этой книги невероятно красивая Но тот человек, который себя возомнил Гогеном В свое время Выведи у нас, пожалуйста, на мейн Я покажу просто это произведение искусства Если его видно вот тут вот С правой стороны Да, вот оно Оно просто... Это... Это кошмар просто Да, у меня это, пожалуй, единственная Главная претензия к книге Она невероятно красивая в плане верстки Оформления, дизайна Но иллюстрации в ней просто невероятно Я вот единственное не понимаю Я вижу тут вот очень много таких Психоделических, да, иллюстраций Не иллюстраций, а каких-то типа дизайн-элементов Да Ну, зачем эти иллюстрации были? Они вообще тут не нужны То есть, если они тут используют... Есть очень много фотографий черно-белых А зачем вот, например, вот это вот? Да То есть, такие вот... Странные есть решения в этой... Да, очень странные такие решения Но, блин, не знаю Такая вот... Что еще тут важного, наверное? Ну, как я и говорил, тут есть раздел с правилами Про боевую составляющую Что важно, как бы тоже упомянуть Что в отличие от сыщика В отличие от Trail of Tulhu И в отличие даже от Knights Black Agents Где боевка такая довольно, ну, жесткая В Knights Black Agents она такая, как бы Синематический экшен такой, да? Окей А тут именно... Я так понял, что они решили показать всю жесть войны Потому что они перенесли даже вот эту летальность из дельты Что это значит? Что у некоторых видов оружия есть показатель летальности Как работает сыщик? Если мы бросаем атаку, грубо говоря Мы бросаем 1D6, там, да? И, там, добавляем, ну, там, этот самый Добавляем там... Ну, то есть, урон, который там наносит оружие Там 1D6, допустим Если у нас указано, что у оружия летальность 2 То это значит, что если у нас выпадает 1 или 2 на кубики D6 Мы автоматически убиваем его Да То есть, я понял Ваншот, ванкил И очень много вооружения Имеет вот этот показатель летальности Боевка в этой игре очень опасная Здесь у нас есть полный суповой набор Из напалма, конечно же Из... Куда без него, да? Из, там, арт-ударов Из, там, бомбежек с бомбардировщиков М16, М60, АК-47 То есть, полный набор Все, что мы хотим тут есть Только вот этот мой маленький такой Чуть-чуть не хватает какой-то изюминки все-таки Потому что оно очень-очень фокусируется на Вьетнаме И не хватает какого-то, знаешь, а что если я захочу провести игру где-нибудь в Конго Где у меня будет, наверное, знаешь, очень много какого-то странного французского оружия Какого-то оставшегося, да? Или советского, которое туда завозится Какие-то экспериментальные образцы И вот чуть-чуть не хватает, там, итальянских, может, каких-то образцов вооружения Что, если я захочу где-то там играть, не знаю, на Ближнем Востоке где-нибудь, да? Я понял, то есть, они пробовали что-то специфичное сделать Но в то же время не сделали не специфичное настолько прям Но не сделали общее для того, чтобы мы могли пользоваться Тут есть две карты, которые мы обсуждали с тобой очень классные Которые, одни это паранормальное явление в 60-х и как все происходило И потом в 70-е Как мы и говорили в нашем обзоре в Дельте, если вы не видели Что очень много всего привязано к каких-то мировых событий, да? К работе Дельты, да? И много всего, ну, то есть, меняются страны, да? То есть, как-то география меняется И тут очень интересные штуки, ну, начиная от того, какие разные могут быть события Которые, да, что-то делают И как летающие тарелки, откуда летают Ну, очень классно Это такой вот передает такой вот, знаешь, за занавесью, что происходит в мировой истории Ну, и, конечно, есть вот такой вот Кстати, в видео, по-моему, даже есть где-то тут Показывал, да? Ну, я тоже, да Да, то есть, это так, 60-е прям очень-очень Есть, конечно же, история сеттинга, история самой Дельты История Majestic 12 Это, знаешь, Дельта — это такой вот олдскул Олдскульная организация Старики такие, ветераны, да? Которых постоянно не хватает финансирования И они понимают опасность всего сверхъестественного И их основная цель — это найти сверхъестественное и уничтожить Majestic 12 — это такие ньюскульные ребята, которые появились совсем недавно У них дофига финансирования У них все, типа, под контролем Они такие клевые, модные, молодежные И они вместо того, чтобы уничтожать паранормальное Они пытаются найти паранормальное и использовать в своих целях И это, короче, то есть, как бы такой основной противник Дельты Расписан их конфликт, как они появились Потом очень классная вещь — это таймлайн Каждый год декады, да? 60-е, 61-е, там, 62-е Который расписан, во-первых, самый популярный музыкальный альбом того времени И можно проследить, насколько менялась эпоха То есть, как от какой-то такой более привычной музыки того времени, да? Постепенно, постепенно мы переходим к какому-нибудь такому, знаешь Именно классическому вот этому року 60-х, 70-х И ты такой, да, ну типа, меняется эпоха прям Потом, что опять же очень фокусирует игру на Вьетнаме Нам дают статистику Количество присутствия американских войск во Вьетнаме И количество потерь во Вьетнаме Потом нам дают просто перечень Каких-то зацепок И исторических событий И каких-то выдуманных событий, которые могут послужить Идеями для ваших приключений И потом дают нам по одной Ну или по две операции дельты Грубо говоря, на несколько параграфов Расписаны Какие-то тоже интересные идеи Которые вы потом можете развить в свои приключения Ну и потом есть такой просто большой таймлайн Например, такой-то год Сколько Сколько было замечено неизвестных летающих объектов Например, в этот год В таком-то году там-то там-то было Там, не знаю Там, увидели столько-только раз Там, не знаю, снежного человека Где-то там в Тибете То есть вот такие вещи Тоже очень передает этот дух, эту атмосферу Есть раздел, в котором нам рассказывают О как бы трюках И грязных приемах спецслужб О там, допросах Как проводили допросы С применением там каких-то препаратов Там, с всякими пытками Потом там, как там, я не знаю Знаешь, вот эти терки спецслужб Как там, короче, прикрывать свои делишки И тому подобные вещи В общем, интересный такой материал Знаешь, еще такая Есть интересная штука Тут вот сзади даже написано The apocalypse is now То есть конец мира грядет И о том, что мы говорили, что 70-е Были достаточно такими бурными, да Начались все забастовки Ну, мы очень сильно Эта игра, как и мы говорили Что если ты смотришь с перспективы Америки Потому что в Америке начались бунтари Да, у нас начались проблемы Экономические проблемы начались И это все как бы пробуется Объясняться тем, что Что-то пошло не так И, собственно, название Книги называются Fall of Delta Green То есть все пошло по полной И они считают, что это уже конец Там же, кстати, по мифологии Дельты Даже вот в изначальных книгах, которые появились Всегда есть упоминание Какой-то такой, знаешь, отсылка к какому-то событию Которое произошло в 70-м году в Камбодже И оно называется падением Потому что так после этого Дельту расформировали И типа во всех книгах, которые выходили по Дельте Была отсылка к этому событию И тут тоже как бы подводится к этому событию Никто не говорит, что это Да, да, да Ну это прикольно Операция Obsidian она называлась Мне очень нравится вот этот вот Ну, то есть недосказанность таких вещах Если это обычно, если это какой-то Прям переворотный пункт И ты сам можешь придумать, что там было Там что угодно могло произойти И оно всегда вот так оббито тайно и прикольно Конечно, тут есть бестиарий тоже, которые нам рассказывают В принципе, о всех привычных нам монстрах Из мифологии Ктулху Из просто каких-то Лавкрафте Из просто каких-то вот Ну, этих городских легенд, монстров, да Но они все поданы под чуть-чуть другим углом Вот чуть-чуть другой соус им дают Чтобы это были непривычные нам какие-то, знаешь Лавкрафтовские монстры А вот что-то в них было чуть-чуть не так То есть такой вот тоже твист вносится В общем и целом В принципе, я с большим удовольствием прочитал книгу Я знаю, что вот опять же Ну, Виталику не очень нравится сыщик, да Да, я не большой фанат Да, я, в принципе, индифферентно отношусь к этой системе Я, скорее всего, если буду вводить Как бы этот сеттинг, я, наверное, все-таки буду использовать классические правила дельты Тоже вот такой нюанс Так что, если вы фанат дельты Если вам нравится эта эпоха, музыка Если вам, вы, не знаю, в десятый раз пересматриваете Апокалипсис сегодня, взвод и цельнометаллическую оболочку Абсолютно Покупайте эту книгу, конечно же Я считаю, что это очень крутой продукт И это очень классный такой сеттинговый материал по дельте Я бы, если бы когда-то вводил бы такое что-то Я бы даже, даже эта гуртская информация, которая происходит в Вьетнаме Для того, что может не вводить, то есть, именно в Вьетнам Я думаю, эта книга даст вам просто понять какой-то сок событий И ты можешь потом это сюда привезти в другое место То есть, всегда есть какая-то, в чем ценность этой книги Что тут есть собранная вот такая вот информация, которая Если вы можете деконструировать ее, потом собрать ее в Конго, да? В Конго, я не знаю, Родезия какая-нибудь, Ближний Восток и так далее, и так далее В странных местах новая ГВД Да Так что вот, ребята, такой вот у нас Fall of Delta Green Скоро, скоро Да, Fall of Delta Green, такая вот игра, ребята Так, ладно, как всегда, давайте по вопросикам И мы будем потихонечку отвечать на них Пока что по новостям Ребята, у нас во вторник финал NO У нас последний эпизод по нашему сезону Будет гаряче, смешно, интересно Приходите обязательно Будем разыгрывать там, кстати, будем разыгрывать промо-коды на наш магазин Потому что понедельник он запускается с новыми продуктами У-у-у, да Так что будем такие штуки, не будем показывать Уже в понедельник В понедельник все увидите Все увидим Кроме того, много вопросов всегда Перед тем, как сейчас начнутся эти вопросы задавать А после этого, на следующий вторник У нас еще будет, еще будет у нас вечерняя юрта У-у-у, да, точно Просто ответим Да, а завтра у нас вопросы-ответы по кровавым ублюдкам Кстати, в 6 часов вечера, ребята, всех ждем Попрощаться с ублюдками Поболтать о самых ярких моментах саги Рассказать про секреты персонажей Нераскрытые тайны компании Поотвечать на ваши вопросы, конечно же И после того, как у нас обычно летом Уже сейчас будет второй год Мы практикуем маленькие, короткие истории Ваншоты Истории, которые мы чуть более расслабленно ведем График будет всегда обновляться каждую неделю У нас будет больше Больше разнообразия И где-то в сентябре-октябре Мы начнем опять наш сезон Будут новые вещи Если вы сейчас спросите А что будет после кровавых ублюдков? Что, Саша, будет водить больше? Ребята, имейте терпение Обязательно будут тизеры Именно так Тут классная есть Ну, просто реплика Я так выцепил из чата Случайно Пробегался взглядом Сеттинг в Дельте Имха все равно Надо допилить большим напильником Корбезин пишет Сеттинг Дельты Это как такой суп В котором есть все И ты, знаешь, ложечкой достаешь оттуда То, что тебе нравится только Ну то, да То есть, ну Я думаю, это, в принципе, со многими сеттингами Так, но в Дельте это особенно Это такой Салат из современной мифологии Поэтому ты просто достаешь оттуда то, что тебе нравится Вот Виталик, когда в палате Не очень Ник Шатыч Саша, ты за кого в ВАХу играл, играешь? У меня армия орков, ребята, огромная Так Выручайте Зову игроков Прорабатывать вместе со мной сеттинг Они говорят, что, мол, только мастер должен это делать Разрешите, пожалуйста, наш спор Как подобная подготовка подходит перед ИНО? Ну Они отчасти правы Потому что мастер делает декорации, но они заполняют ее Это не То есть, если у игроков есть какие-то свои идеи Ты с ними обсуди это Но ты им должен что-то принести То есть, ты не можешь сказать Саш, мы играем в ИНО Как думаешь, что такое ИНО? То есть, ты приходишь с чем-то, ты обсуждаешь это И потом вы вместе обсуждаете какие-то, может, моменты в игре, в сеттинге Возможно ли такое, возможно ли не такое Например, не знаю, Саша хотел такое копье, я не думал об этом Он такой, я такой классно, это, типа Это вполне реальная штука, о которой я никогда не думал Просто вещь как бы в чем, да Есть Я, наверное, сделаю поправку такую Что есть, конечно же, игры, сеттинги и жанры Когда ты действительно можешь позвать игроков Вы с ними можете накидать сеттинг за пять минут до начала игры Ну да, конечно Есть такая возможность Но, опять же, в ИНО, например ИНО, это сеттинг, который появился вот здесь Как бы, и поэтому Ну, если мы придем и скажем О, слушай, я хочу, чтобы у меня была такая телега большая И телега запряженная, чтобы была в таких вот голых людей Связка так пять человек А за ними такой большой еще Там тянулся такой паровой котел большой И там такая труба была И там стимпанк, короче И молнии во все стороны И за этим такой шлейф еще остается из радуги Я думаю, Виталик не очень обрадуется Не обрадуется такому вот добавлению к сеттингу Черт, ладно В кресле паровоз с людьми Вот, так что такая вот штука Такс Как готовьтесь к завершению цикла по ИНО на первый сезон? Насколько круто Насколько это будет круто в Денисах? В Денисах? Это будет В Денисах Это офигенно Блин, этот мэм нужно как-то сделать Мы будем измерять крутость в Денисах Давай мы сделаем Блин, короче, это классная идея уже Витя, это я тебе говорю сразу Надо вырезать Дениса лицо И когда мы будем давать рейтинги по крутости Так, тынь-тынь Одно, второе, третье Знаешь, как звездочки только Дениса будут Офигенно Офигенно Увидим Все будет круто Мы давно шли к этому Я думаю, это был Кто смотрит этот наш стрим Мы долгую арку играли И сейчас все будет кульминацией Увидим, как все пойдет Оу, да Так Ник Шатвич Вах Тогда Вы думали в аншоте к мини-кампайн по дневнику авантюриста поиграть? Поиграть просто в систему нет То есть Мы много раз об этом говорили У нас нет цели играть в конкретную систему У нас есть Есть какой-то гештальт появляется Типа, мы хотим сыграть в пиратов Или мы там хотим сыграть в ковбоев Или мы хотим там сыграть, не знаю, в Black Lagoon И тому подобные вещи И То есть Когда у нас появляется идея во что мы хотим сыграть Мы подбираем под эту систему То есть А вот Я там не знаю Ну у нас такого нету, что там, не знаю, кто-то прибегает И такой Хочу сыграть в GURPS Давайте сыграем в GURPS То есть Ну или там Дневник авантюриста Как бы Ну поэтому Не знаю Пока что Пока что не было такой идеи Не было идеи Которую бы подошел этот инструмент Да, да Ну тема спрашивает Классный вопрос Саш, какое направление в Дельте тебе интересно и нравится больше всего? Условно Хтоническое Уфо Городские легенды Или что-то другое Ух, тяжелый вопрос на самом деле Потому что Любую из этих тем можно подать как паскудно, так и интересно Поэтому Не знаю Наверное все они в равной степени интересны Все зависит от того Какую атмосферу собрать вокруг этого Как подавать эти вещи То есть То есть Это сложно Ну то есть Наверное все они в равносильно Как бы Короче Все эти вещи можно равносильно интересно скомбинировать и подать Даже в рамках одной истории Вот Я считаю так Так что Так Так Я так понял Мэм с Денисом зашел Все Денис, что ты будешь измерением крутизной Так Что тут еще интересного? Почему 19 выпуск горячих ролевых на ютубе заблокирован? Я не знаю Без понятия ребята Наверное что-то сказали глупое И потом подумали что лучше не выставлять Обычно так происходит Там есть такие Ну да 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 у нас такое бывает Какая система по вашему мнению подходит для космических приключений? Для космических приключений? Трэвелер Мадершип 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 Трэвелер Старс Уизалт Намбер Кориолис Кориолис в какой-то мере Если вы хотите играть в Кориолис В тысячу Да, в тысячу одну сказку Да Фалафель Фалафель в спейсшипе Да, фалафель в космических кораблях Как-то так, наверное Что тут еще? Что тут еще? Давай еще, Паш Еще два вопроса Так, надеюсь Слово Гектора Про Хесос Тамадуни пророческие Нет, я не буду тамадой на свадьбу Точно Еще нужно Сейчас нам нужно вообще это переработать То что Наша шутка Кто-то реально решил это сделать Еще надо сказать ребятам Что надо на свадьбу Макс будет тамадой Точно Он точно не смотрит стрим И мы просто ему скажем Что люди выбрали Ну, мне кажется Он хороший тому Да, думаю Ваня будет этим, знаешь Ваня будет Пьяным гостем Родственником Который толкает эти Тосты Длинные речи Да, да, да Ну Я хотел бы сказать Да Я бы хотел сказать Что Витя кем будет Витя, ты кем будешь? Да Да Да, да Ну Все Так угадался Угадал Кстати о пиратах Не возникло желание Поиграть в пиратов Есть ли пиратские сеттинги какие-нибудь? Пиратские сеттингов Биллион, триллион, биллион Ну У нас нету Пока что не было Были Разговоры, но пока что В планах не самый Классический 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 Период пиратства Скажем так Но все равно Про пиратов игра Да Там Там В подсобке Все так Все так Так Ну Собственно Там А, там про пиратов Seven Seas, да Говорят Но это опять же Для пиратов Таких Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан Да, да, да На самом деле Тоже интересная штука Седьмое море Это игра больше про Конкретно морские баталии в этой игре Паскудные Они ни о чем То есть это классная система Для интриг Каких-то Свошбаклинга Там, не знаю Катание на люстрах Там, не знаю Похищение принцесс Каких-то Или там Дочерей этих губернаторов Но вот Мне кажется Что в игре о пиратах Должны быть морские баталии А в Седьмом море Морские баталии Ну, ничем не отличаются От морских баталий Там, не знаю Просто на дневнике авантюриста Каком-нибудь Или там, условно На любой другой В Dungeons & Dragons Типа Ну, как-то так О, есть несколько Нормальных вопросов Питчили ли мы Куда-нибудь Или Кому-нибудь Но если да, то было ли Успешно? Нет, мы не питчили Потому что мы уже Кто нас слушал На Патреоне Мы говорили о том Что мы Сами по себе И нам хорошо Ну, да Потом вопрос про вестерн Подмени, пожалуйста Камеру Так Когда у нас следующий стрим По Майнкрафту Какой ты Кто там Дезмонд Хабп Эльф Ты получаешь Просто Годовую награду Тролля Ты молодец Я тебе поздравляю О Ты все Я тебе золотого тролля отдал Ты молодец Такс Такс На детей и роботов Пока нет времени Ибо Даша Топ мастер Ну, когда Даша захочет Поводить детей и роботов Тогда поводит Конечно же Наверное сейчас занята И не до этого ей Какой-то подчеркнутый Прям такой Коммент У меня вопрос по вождению Игроки имеют Склонности Очень уж долго Планировать свои действия Во время партии Чтобы посоветовали делать Для поддержания Темпа игры Старание спасибо Жду побольше Киберпанка И легенды Перейти колец И то и то закончилось Ну, надеемся Что-то будет Может, что тебе понравится Еще, Джестоун Джестоун Ответ на это Очень простой Первым же делом У нас есть Целый час Фритоксов Где мы говорим Он так и называется Темп игры Если у тебя есть время Посмотреть Советую посмотреть Вопрос в том Когда это происходит Если это фаза планирования И если они планируют Семь часов И им нравится Значит, ты угадал И все хорошо Потому что люди Должны получать удовольствие Если они просто тупят В игре Мы давно это не говорили Дверь там Дверь там И нинджа У нас еще было появление ниндзя Да, 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 да Я подумал про дверь там Ну и дверь там тоже Да Дверь там Так, ладно Давай последний Сань Вишневая наливка Будет на свадьбе? Какая сливовая 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 Вау, ребята Вы что А кто сливовую принесет? А у кого сливовая? Есть у кого-то сливовая? Ты забыл? Когда у тебя лицо занемело? Нет. Ладно, давайте будем заканчивать. Спасибо, ребята, что поддержали нас. На следующей неделе ждите анонса свадьбы, наверное. Похищение невест, Оливье. Ты уже не рад, да? Да я что-то... Это, блин, шутка была. Я думал, он просто будет всегда идти и потом там через годик может. Ну, на следующей неделе свадьба. Свадьба, да. А кто будет жениться-то? А жених и невеста не будет, да? Это та фаза, когда уже жених с невестой пошли делать свое дело, а это остались гости и тамада. Лучшее время на свадьбе. Ребят, всем пока. Спасибо всем, что сегодня нас посмотрели, поддержали. Помните, они на деревьях. Гуки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова